Я один гол какой-то выделять не буду. Если честно, я радуюсь каждому голу, который забиваю. Если этот гол приносит моей команде победу, то я радуюсь вдвойне. Какой-то особенный гол, еще не было такого турнира, типа финала Лиги Чемпионов. Я надеюсь, что он будет впереди. Как вы думаете, что вы думаете, что вы думаете? Уделять побольше внимания нашей молодежи. Я уверен, что у нас будет очень много хороших спортсменов. Это не только футболистов, но и другие виды спорта. Наверное, лучше не попадать тогда. Конечно, футбольный мяч бы взял. Больше, наверное, ничего не надо. Я думаю, что если мы выиграем, то я так сделаю. Обещаю. Из тех вратарей, которые сейчас выступают, недавно играли с Испанией. Очень понравился Давид Дехе. Наверное, сейчас он один из лучших вратарей в мире вместе с Нойером. В Динамо, конечно, я считаю, что заслуживает уважения и внимания. Это Саша Шевковский, который, я обычно не люблю говорить про возраст, но несмотря на возраст, показывает много лет уже достаточно хорошего уровня футбола. Наверное, это мой друг. Наверное, не из-за того, что мы дружим, но мне все-таки нравится Максим Ковалев. Я считаю, что у него все-таки растет смена Саше Шевковскому. Я уверен, что у него все получится. Сейчас, конечно, для него непростой период. Он то в одну команду, то в вторую, уходит в аренду. Но я уверен, что через год-два он будет играть в Динамо Киеве. Я думаю, что это характер и трудолюбие. Потому что одного таланта мало. И какой бы ты талантлив ни был, но если ты не будешь развивать свои лучшие качества, то ты ничего не добьешься. Какой бы вершины ты не добился, все равно есть к чему стремиться, и можно становиться лучше. Я думаю, что предела нет. Ну, это, несомненно, это роман Еременко, потому что мы хорошо с ним дружили, и наши жены хорошо общались, и до сих пор поддерживаем с ним связь, списываемся, созваниваемся. Правда, давно уже не виделись, но я думаю, что это поправимо. Какие дружицы решили? Ну, мне очень приятно, конечно, что мы сделали такой праздник для всей страны. И мне кажется, не стоит выделять кого-то одного или двоих. Я думаю, что все ребята отдали все свои силы в этих двух играх, и это было видно на футбольном поле. Я думаю, что мы прекрасно понимали, какую радость мы можем сделать для каждого человека, потому что сейчас у нас в стране не самое лучшее время, и мы понимаем, что можем хоть как-то порадовать наших людей. Я считаю, что у нас очень по исполнителям, если брать, то очень много хороших футболистов, и да, наверное, у нас нету там прям таких звезд, как был Шевченко, Ребров, да, но я думаю, что мы с той сборной бы могли потаскаться, было бы интересно, кто бы выиграл. Ну, сравнивать, наверное, нет смысла, потому что в то время были одни футболисты, сейчас другие. Я думаю, что если брать 2000-х год, тоже была сильная сборная, но где-то каких-то нюансов чего-то не хватило, поэтому, наверное, и не добились выходов там на Евро и выходов на чемпионат мира. У нас, в принципе, еще есть время, и мы прекрасно понимаем, что футболисты, они как бы не вечны, да, и у кого-то там период, наверное, там 35, ну, если не брать Тимошчука и Шевчука, и надо за это время оставить какой-то след в истории украинского футбола. И сейчас все стараются, выкладываются, так что я не хочу сравнивать, какие поколения, это, наверное, неправильно. А кто лучший футболист? Ну, конечно, наверное, это Женя Коноплянко. Самый интересный вопрос, наверное, задала девушка, это Яна Ярмоленко. Яна, это футболка для тебя. Яна, это футболисты. Яна, это футболисты. Субтитры сделал DimaTorzok Анастасия прожила Димошчука. Рыба. Продолжение следует...